Для решения этой задачи заходим снова в компанию Minz Pad Samples to Test Потому что речь идет об одной и той же выборке людей Она как бы временно раздваивается Считается для этой выборки Среднее значение по одной характеристике И по другой характеристике Вот собственно эти две характеристики Чтобы их найти Опять же удобно упорядочить По алфавиту Сюда одна, вторая сюда Запускаем Видим, что Средние для себя респонденты Европейцы Указывают 40,33 Средние для партнера указывают 46 Немножко занижают Статистически ли значимо это занижение Смотрим Среднее различие 0,27 Ну собственно почитается одно из другого Это различие статистически значимо Потому что меньше 0,05 Немного меньше, но меньше Таким образом нулевая гипотеза о равенстве средних Отвергается И делаем вывод, что респондентам свойственно чуть-чуть завышать время своей рабочей недели По сравнению с своими партнерами по браку По домохозяйству Подведем итог Если у нас стоит задача для некоторой группы из выборки Оценить равна или не равна какая-то характеристика средняя Среднее значение по характеристике Некоторому числу мы используем OneSampleTest Если у нас стоит задача для пары подвыборок групп Оценить равны или не равны характеристики средней Для этих двух подвыборок Мы используем IndependentSamplesTest Также учитываем, что для IndependentSamplesTest Важно оценить равны или не равны дисперсии Предварительно, что делается посредством теста Левиня И, наконец, если у нас стоит задача сравнить две характеристики по одной и той же подвыборке То мы используем PadSamplesTest